Всем большой привет! Меня зовут Элина, и на своём канале я занимаюсь творчеством и вдохновляю на творчество других. Потом буквки тэн-тэн-тэн, и в конце надписи пш-пш-пш-пш, типа как карандашом. И сегодня мы с вами поговорим о недоделавших в комментариях. Вы давно просили раскрыть эту тему. Я выкладываю, разумеется, только то, что у меня получается, и может показаться, что у меня получается вообще всё, за что я берусь. Но на самом деле это не так. Мне сложно посчитать в процентном соотношении, но большое количество проектов я не завершаю, либо вообще покупаю материалы и даже не начинаю. Я очень легко отвлекаюсь, теряю вдохновение, мотивацию, и для того, чтобы что-то закончить, мне нужно сделать такое прям хорошее усилие над собой, и это получается не всегда. Считаю этот проект началом конца, потому что это была первая такая масштабная недоделка, когда я разрешила себе принять тот факт, что не всегда всё должно получаться, и работу над какими-то проектами можно оставить. Ребята, было очень много этого экстренной ситуации. Это история о том, как у меня ничего не получилось. Да, так тоже бывает. Рассказываю. Я задумалась сделать кресло роли-поли в папье-маше, и что-то пошло не так, точнее, всё пошло не так. Один каркас исколол мне все руки и ноги, другой деформировался от влаги. На клейку вот этой площади у меня ушло 50 лотков, 5 кг клея и 3 кг шпатлёвки. А нужно, получается, ещё вот столько, ну и где эта экономия папье-машовая? Блендер перегорел от такого напора папье-маше, и я решила, что пора признать поражение. Кресло роли-поли – это самый известный предмет британского дизайнера Фэйту Гуд. Это кресло положило начало целой тенденции тотемных предметов. Фэйту Гуд создаёт одежду, предметы мебели, инсталляции, в общем, занимается всяким разнообразным творчеством. И вот в 2014 году она придумала это кресло роли-поли. Интересно, что за год до этого она стала мамой, и её материнство, очевидно, сильно повлияло на неё и на её работу. Именно поэтому у кресла такие мягкие, плавные формы, и оно напоминает колыбельку, а ролью поли – это вообще название детской песенки. Первые слепки были из глины, именно к ней Фэй обращается на начальных этапах создания предметов. И вообще она говорит, что отталкивается от материала, и ей нравится менять настроение предметов в зависимости от того, из какого материала они выполнены. Вот это, например, классическое кресло из пластика, такое же есть прозрачное, я предполагаю, что оно из смолы, а вот это та же форма, только из металла. Выглядит прикольно, но оно, наверное, холодное или горячее, если постоит на солнце. Сейчас кресло роли-поли выпускается фабрикой Дриад, и это литой моноблок из полиэтилена. И я подумала, что я ведь тоже могу сделать такое кресло из доступного мне материала, папье-маше. Для начала мне нужно было придумать, из чего сделать каркас. Для ног я взяла пластиковые воздуховоды, а само сидение я решила сделать из папье-маше, обклеив гимнастический шар. И сначала казалось, что все шло достаточно хорошо, но очень быстро я поняла, что это кресло маленького размера получается. Я решила сделать из него детское, а для взрослого сделала еще один каркас, также взяла трубы, но уже большего диаметра, и для сидения использовала металлическую сетку. И я ненавижу работать с металлической сеткой, потому что она исколола мне просто все. Последние новости на сегодня. Я закрепила этот обруч. Внутрь я сделала тоже папье-маше, чтобы не было пустот, чтобы потом сверху покрытие не треснуло. Там немножко на стыке некрасиво, но потом я это все заделаю. И еще один слой сделала детского кресла. Теперь ждем, когда все это высохнет. По идее, кресло должно было быть бюджетным, потому что, по сути, это проект из переработанного материала, из папье-маше. Но в процессе оказалось, что папье-маше нужно очень-очень много. А это не только яичные лотки, которые можно бесплатно получить или очень дешево, но еще и клей ПВА, и шпатлевка. И когда я посчитала, оказалось, что эти кресла мне встанут в копеечку. И вот это производство папье-маше в промышленных масштабах тоже дается мне достаточно тяжело. Я сожгла два блендера. Несколько раз я оставила замачиваться яичные лотки так надолго, что они протухли и начали ужасно просто вонять. Не повторяйте это в домашних условиях. В общем, нужно что-то придумать, чтобы месить вот эти вот большие объемы папье-маше. Очень долго взрослое кресло болтало где-то по дому. Оно было очень большое. Оно не помещалось в машину. И, скрепя сердцем, мне пришлось его разломать, разобрать и увезти на помойку. А вот детское кресло я все еще надеюсь когда-нибудь закончить, но с ним тоже есть проблема. Дело в том, что каркас для сидений я делала из газеты. Где-то слоев 10, наверное, я наклеила на обычный ПВА-клей. И когда я начала обклеивать этот каркас уже массой папье-маше, эта масса размягчила предыдущие слои и деформировала кресло. Как это исправить, я пока еще не придумала, но я сделала выводы из этого. И когда я делала большие светильники в дом своей подруги, я уже использовала вместо обычного клей ПВА влагостойкий. Да, если вы не знали, у ПВА есть классы влагостойкости. И вот этот клей с маркировкой D3, он при застывании становится устойчивым к влаге. И в этом проекте у меня получилось все удачно, хотя я придерживалась такой же технологии. Единственное, что я заменила, это клей. Кстати, кроме незаконченных проектов, у меня есть еще те, которые я закончила, но по каким-то причинам об этом не рассказала. Если вам будет интересно про них тоже послушать, напишите в комментариях, я сниму отдельное видео. В общем, маленькое кресло стоит под столом и ждет своей очереди. Надеюсь, когда-нибудь его доделаю и успею это сделать до того, как Адам слишком вырастет для того, чтобы в нем сидеть. Стала я как-то смотреть сумки Fendi Baguette. Их очень много разных вариантов. И вы помните, в сексе в большом городе Саманта купила подделку такой сумки в Лос-Анджелесе, а у Кэри было много разных таких сумочек. Это классическая модель, но они часто бывают выполнены в разных техниках. С вышивкой, с бисером, из разных тканей, какие-то вязаные. В общем, очень-очень много всего. И я посмотрела несколько видео в Fendi о том, как создаются эти сумочки. И это ручной труд, ручная работа. И, насколько я поняла, используются именно локальные техники мастеров для того, чтобы создать какие-то аутентичные предметы. И я подумала, они могут... А я не могу, что ли? Конечно, могу. И мне тоже захотелось сделать какую-то историю со смыслом, а не просто узор. И я пошла в Национальный музей наш. Посмотрела всякие вышивки башкирские. Купила книжку «Магия башкирского тамбура» для того, чтобы сделать вот эту вот именно национальную вышивку. Для этой вышивки нужен специальный крючок. Он называется лювенильский крючок, потому что еще есть техника лювенильской вышивки. И, по сути, тамбурная вышивка и лювенильская вышивка — это одно и то же. Но лювенильская вышивка пришла к нам из Франции, из города Лювениль. С 1810 года она была там известна. А по данным археологов на землях башкир, находки тканей с вышивкой датируются первым тысячелетием до нашей эры. Шах и мат Франция. Я думала, что я буду сидеть такая летними вечерами, за пяльцами, вышивать эту вышивку красивую. Но когда я начала пробовать вышивать, оказалось, что это вообще не простая техника. Там есть свои особенности. Нужно воткнуть этот крючок, он острый, как иголочка. Нужно воткнуть этот крючок через ткань, обернуть нитку вокруг крючка и вытащить ткань на лицевую сторону. И там как бы определенные движения, и нужно тренироваться для того, чтобы стежки получались одинаковые и красивые. И как-то мне в какой-то момент стало то ли лень этим заниматься, то ли времени у меня на это не было. В общем, я забросила эту вышивку, но очень хочется продолжить, потому что сама идея этого проекта мне очень нравится. И, кстати, можно еще вышивать иглой, попробовать. Вроде как это проще, чем крючком. А еще, кстати, по поводу сумок. Я хотела сшить сумку из кожи, по примеру, Toto The Row. Это бренд Сестер Олсен. И даже сделала макет из бумаги. Но когда начала считать, сколько денег мне нужно потратить на все вот эти материалы для кожевиного дела, которыми я никогда, скорее всего, потом не воспользуюсь, решила, что это просто нерационально. Так что у меня есть просто бумажная сумочка. Ох, это самый частый вопрос в моих соцсетях. А что же с креслом, когда ты доделаешь кресло? Не знаю, почему оно всех так зацепило. Я выкладывала первые части, как я начинала над ним работать, потом забросила. И люди до сих пор спрашивают и ждут конечного результата. Расскажу все по порядку. У нас в гостиной есть угол, где должно стоять кресло по плану, но я так не могла его подобрать и найти. И вот, листая в очередной раз Авито, наткнулась вот на такое старое офисное кресло. А накануне я сохранила картинку с креслом подобной формы, простой и лаконичной. И я решила, что я могу это кресло спасти. Поехала я за ним, но оказалось, что оно не помещается в багажник моего седана. И в салон оно тоже не лезет. В общем, чуть попозже мне это кресло привезли. За само кресло я отдала 500 рублей и еще 500 рублей за доставку. И это было только начало. Я стала искать ткань и даже нашла ту самую, которую хотела, с немного такими долбанутыми тиграми. И тут я совершила огромную ошибку и взяла с собой за тканью сожителя. Богатый это когда муж работает, жена не работает, а мы с тобой это. Ткань нам насчитали на 17 или 19 тысяч. Разумеется, было не в нашем бюджете на переделку старого кресла. И поэтому пришлось мне уходить несолоно хлебавши. Но девчонки в салоне мне отдали образцы тканей для того, чтобы я могла из них сшить подушки. Это амбиенты на Пушкинову феи. Если ищете ткани, краску, обои, обратите на них внимание. Я продолжила поиски, ездила по разным магазинам, смотрела, искала мебельные ткани. Ничего мне не нравилось. И вот на зоне я наткнулась на такую полосатую велюровую ткань розового цвета. И подумала, что классно будет сделать розовое кресло. Но когда ткань ко мне приехала, оказалось, что она больше фиолетовая, чем розовая. Я подумала, ну ладно, хорошо, я могу поддержать желаемый цвет при помощи бахромы. Докупила еще специально бахрому. А, кстати, у кресла еще не было ножек, и поэтому я купила еще деревянные ножки к нему. И, казалось бы, все хорошо. Вот ткань есть, можно сшить и заканчивать этот проект. Но тут со мной случились съемки для телевидения. Меня пригласили сниматься для телека. Эта программа называлась «Дачная мебель своими руками». Ее показывали на канале «Загородная». Это сетка Триколор. И там я, в принципе, делала то же самое, что делаю у себя на ютубе. Только снимал меня оператор и монтировал монтажер. А я занималась непосредственно проектами. Рамку я соберу на саморезы. Здесь ничего нового. Я просто скреплю два брусочка, просверлю и закричу саморезы. Закричу. Я закричу уже скоро! Мне хочется кричать! Да, последние смены прям тяжелые. Отреньте этой музыки. Это она звучит в аду! И вот для одного из выпусков я сделала вот это кресло из бруса. По идее, оно должно было быть уличным, потому что это как бы дачная мебель своими руками. Но оно оказалось настолько огромное, тяжелое и неподъемное, что мы просто его оставили в том углу, где должно стоять вот это вот предыдущее кресло. И как бы это было временное решение, потому что я не знала просто, куда его деть, но оно там временно стоит уже почти целый год. Понятно, что если я сильно захочу, я найду, куда его пристроить. Но вопрос здесь не только в том, что это кресло занимает место. Вопрос еще в том, что мне не нравится ткань. Вот, ну, не нравится мне. Не хочу я эту ткань на своем кресле в этом углу. Я ее там не вижу. И, естественно, это останавливает меня от того, чтобы в итоге начать сшить этот чехол. И еще, когда я разобрала кресло, я узнала, как устроена подобная мягкая мебель. Оказалось, что это просто ЛДСП и деревяшки, обтянутые поролоном и тканью. И тут у меня тоже закрались сомнения, нужно ли мне вообще сохранять вот это вот кресло. Потому что оно, по сути, не несет в себе никакой ценности. И вот эти вот все сомнения наложились друг на друга. И это привело к тому, что я перестала просто работать над этим проектом. Еще, мне кажется, я зациклилась на том, что ткань для кресла должна быть именно мебельной. Но, в принципе, можно же выбрать вообще любую ткань. И, например, обработать ее вот этой гидрофобной пропиткой. Для того, чтобы она отталкивала влагу и всякие загрязнения. И когда я шила макет для кресла, я использовала обычную двунитку. И мне так сильно понравилось, как оно смотрится вот в этой светлой такой шероховатой ткани. Но какой-то внутренний сноб как будто меня останавливал от того, чтобы из такой ткани сделать кресло. Хотя все картинки, которые мне нравятся, которые я сохраняю как референс для этого кресла, они все из неблестящей ткани. Хотя мы помним, с чего все начиналось, да, вообще с какого-то атласного кресла. Но атлас для мебели, мне кажется, это уже слишком непрактично. Потому что на нем любая капелька воды будет просто видна из космоса. Либо это какая-то супердорогая мебельная парча, а это опять же не в моем бюджете на эту переделку. В общем, я думаю, может быть, мне взять какую-нибудь там бязь суровую. Или какую-нибудь двунитку поискать с прикольной фактурой. Возможно, добавить на нее какую-то вышивку. Или сделать какой-нибудь цветной кант. И тогда, может быть, я снова смогу полюбить это кресло. И наконец-то его закончить. Тут к креслу примазывается еще целая куча всяких других побочных проектов. Здесь в этом углу должны были быть шторы и ширма. Для штор я тоже заказала ткань онлайн. Я больше никогда не буду так делать, потому что мне опять пришло не то. Ткань оказалась зеленоватым оттенком. И я ее крутила, вертела, вешала, смотрела. В итоге я так и не решилась ее туда повесить. Но зато я из этой ткани сшила шторы для шкафа, который стоит в прихожей вместо фасадов. И крепление для гардин я тоже сделала сама из фанеры, выпилила. Вот такая я мастерица. Ну а ширма... Просто ширму мне хочется поставить как такой немножко богемный элемент. Мне кажется, его редко используют в интерьерах. Было бы прикольно. Вот здесь вот добавлю всякие картинки ширм. Как можно их интересно обыграть. А еще, когда мы отказались от ткани с тиграми для кресла, я подумала, что я, окей, сделаю кресло однотонное и сделаю для него коврик, видите, грули, в технике punch needle. Это такая ручная техника создания ковров. Для этого нужны специальные иглы. И вот иглы у меня есть, а коврика, как вы понимаете, нет. Вот такая с этим креслом приключилась история. Возможно, я его все-таки продолжу. Она тоже стоит под столом, как и кресло роли-поли. Меня давно не покидает мысль заменить обеденную группу у нас в гостиной. Мне хочется поменять стол, сделать его таким деревянным, добротным, покрашенным в розовый цвет, заменить светильники и, разумеется, стулья. И мне хотелось сделать разные стулья. И вот в очередной раз на Авито я нашла вот такие чешские винтажные. Поехала за ними, хотела купить четыре штучки, чтобы замиксовать их с какими-то другими, там, металлическими или что-нибудь такое. Но девушка продавала только полный комплект шесть стульев. Мне пришлось их взять, потому что Авито эта тема такая. Если ты сейчас не возьмешь, то ты потом как бы не возьмешь. Надо было видеть, как я укладывала этот стульный тетрис у себя в машине. Это, конечно, было забавно. Короче, у меня тут стульный тетрис. Я полчаса, наверное, их укладывала. Семеро по лавкам. Ож запыхалась. И что вы думаете, я такая довольная? И это потому что со мной стулья. Урвала. Тетка лезла. Я ей говорю, хэнде хох. И идея моя была в том, чтобы снять полностью покрытие, оставить такое голое светлое дерево, ну, возможно, маслом или лаком его покрыть прозрачным, и вместо сидушек натянуть бумажный шнур. Должно было получиться вот что-то такое. И опять же, я думала, что я буду вечерами сидеть, как бы снимать покрытие с этих стульев, потому что дело это не быстрое, и их шесть штук. Достаточно много нужно проделать работы, но каждый раз вечером у меня появляются какие-то более важные дела, типа приготовить ужин. Мне пришлось отлучиться и свозить Адама на прививку. Уже не знаю, который раз я пытаюсь снять это видео. Постоянно что-то мне мешает. Сейчас у меня осталось тоже 15 минут. И поеду обратно за ним в школу. Итак, на чём мы остановились? Я попробовала, наверное, все известные способы снятия старого покрытия. Я попробовала смывку, и мне ужасно не нравится пользоваться смывкой. Несмотря на то, что я в маске, в перчатках, в очках, мне всё время кажется, что она мне куда-то брызнула, капнула, попала, у меня начинает всё жечься, чесаться. Мне это раздражает. Мне не нравится этот мусор потом ещё весь бардак, убирать всю эту жижу. Ужасно. Я не люблю эти смывки. Я попробовала димексид. Его рекомендуют в интернете, как средство для снятия старого советского лака. Поли. Какой это лак? Ну ладно, неважно, короче, вот этого советского лака. И мне тоже не очень он понравился. В принципе, он лак снимает, но его нужно достаточно много и долго держать. И у меня сложилось ощущение, что для дерева как будто это не очень хорошо. Оно немножко начинает разбухать от этой влаги. И результат тоже не супер мне понравился, потому что снимается как бы верхнее покрытие. А вот это вот само дерево, которое покрашенное морилкой или чем-то, тонированное, оно всё равно остаётся. И его нужно дополнительно ещё чем-то счищать. Я попробовала строительный фен и шпатель и листоместку. Я уже использовала этот метод. Он супер классно работает, но им тоже нужно работать аккуратно, потому что можно сжечь лак и сжечь древесину под лаком. Поэтому нужно быть очень аккуратными и правильно выбирать температурный режим. Но на стульях это не очень удобно за счёт того, что очень много криволинейных и небольших деталей. Поэтому сложно там везде подлезть, как-то расковырять. И вот последний вариант, который мне понравился и на котором я остановилась, это цикли. Это специальный такой столярный инструмент с особым типом заточки, которым можно снимать старое покрытие. И цикли работают супер классно, но их тоже нужно уметь правильно затачивать или наводить. У меня даже есть наводка для цикли. Я заказала вместе с циклями, и я нашла магазинчик, который продаёт уже заточенные цикли. Но как бы в процессе работы, разумеется, они тупятся, и их нужно затачивать снова. Не знаю, правильно ли я это делаю или нет, но результат меня устраивает. Получается достаточно чистое покрытие, и потом нужно его только немножко зашлифовать. Она снимает не только лак, но и небольшой слой дерева тонированного. И открывается как раз вот это вот чистое дерево, которое я и хочу оставить в итоге. Ну, наверное, я покрою маслом или лаком прозрачным для того, чтобы дерево осталось светлым. Ещё получается без сидушки достаточно низкое сидение, и хочется его немножко приподнять. И я подумала, что можно удлинить ножки стульев при помощи эпоксидной смолы. Хочу вокруг ножек сделать такую опалубку из скотча, наверное, залить туда эпоксидку, и таким образом немножко приподнять высоту ножек. В общем, я очень надеюсь, что эти все проекты я когда-нибудь завершу. На самом деле, они мне очень нравятся, они мне интересны. Просто в каждом из них на каком-то этапе у меня возникли сложности, которые я не смогла в моменте преодолеть. Где-то было слишком много работы, где-то была непонятная техника, где-то нужны были там какие-то особые материалы и инструменты. Где-то я просто не решила, что нужно с этим делать. Но я надеюсь, что в этом году... Сколько осталось? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь? Четыре месяца. Нет, в этом году я не успею. Может быть, в новом году. Но я приверженец маленьких шагов. Значит, я предполагаю, что над каждым проектом мне нужно работать по чуть-чуть, понемножку. В них продвигаться, чтобы однажды я посмотрела... О, да у меня вообще все готово. Уже все стулья зашлифованы. Уже сумочка вся вышита. И все остальное. Вот. Как вы поняли, я очень люблю находить всякие штуки на Авито. И недавно я привезла домой новые старые полки. Мой любимый тетрис. Я из них буду сделать стеллаж. Это не незаконченный проект. Это проект в процессе. Я постепенно закупаю для него материалы. Там тоже очень много всяких нюансов. Но я стараюсь расписывать этот проект прям вот по маленьким-маленьким-маленьким шагам. Для того, чтобы мне было проще. Потому что мозгу проще воспринимать, когда ты делишь какую-то большую задачу на маленькие задачки. И тогда уже не так страшно за нее браться. Так что про стеллаж скоро будет видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях. Или пишите свои впечатления. Возможно, какой-то проект вам приглянулся. И вам особенно хочется дождаться его завершения. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Мне это очень сильно помогает в продвижении. Ставьте лайки. И мы увидимся совсем скоро. Пока-пока. Просто вот 5 минут мне оставалось записать. Я приехала, чтобы 5 минут записать. И сейчас обратно сяду в машину и поеду в школу. Там такая пробка. Кстати, по поводу свитера. Я что-то его как будто даже разносила. И мне стало приятно его носить. Я ругалась на эту пряжу. Ярнар джинс. Но что-то мне теперь даже нравится. Туториал по такому свитеру есть на канале. Я прикреплю на него ссылочку.